калин классическая прелибератности фундаментальная база как мы с тобой не искать классишка вероятность но у нас есть буковка п бы это у нас просто probability вы пробились нам нужно сначала создать события мы заводим с тобой переменную а кстати писать будет удобно да если нет то скажешь создали переменную назвали переменная перемена а это событие это наступление события в некотором испытании и что это за отношение что за отношения но события которые благоприятны к ко всем событиям это у нас благоприятные ко всем мы берем сюда за буковку а кладем правильно этаж функция пробелить и согласно вы проверьте уложили сюда буковку а где а это события м на н если что-то знаешь ты говори пиши вот таким образом у нас есть благоприятные на общее число всех исходов они у нас равновозможны благоприятные да что значит понятие равновозможны и равновероятные так равновозможны это принципе который в жизни возможности их наступление однако мы равновероятны это числовое значение неплохо ты сказала равновозможное это из осуществления физического объекта давай так ну давай попробуем так поговорить если . физического объекта физический объект должен иметь геометрию правильную форму и сбалансированы да тогда события с этим объектом будут равновозможные правильно мы описали это поведение на хорошо далее теперь соответственно вероятность того говорит о том что есть вероятность 1 2 при этом при событии выпадения орла то у тебя одна вторая при событии воде орешка и значит равновероятно эти события с вероятностью равны далее братьские монетки у нас может выпасть либо орел либо решка ну тогда задавайте садим с собой события назовем его например п а ореол это такое благоприятные на все на все исходы 1 2 согласна а если броски монетки у нас получается данное событие нас образуют а а о и и не а о что образует у нас не а он тоже 1 2 полную группу а а о и не а у нас образует полную группу обрати внимание вот при каждом у нас допустим события оба было благоприятствует у нас один исход тогда у нас аналогично броска кубика у нас есть n равно 6 элементарных равновозможных исходов равновозможных которые образуют опять полную группу когда событие b5 благоприятствует один исход да если мы с тобой возьмем кубик в руки берем кубик в руке берегу и круги начинаем бросать его покажи пожалуйста мне вероятность того что у тебя выпадет на кубике 5 очков 1 но напиши мне покажи мне туда молодец и молодец что это одна шестая адреса как мы это напишем нас туда положить переменную это событие да у нас именно спешит латинской буковкой б-б-б-ш до б-б-5 ты же наверно и мы пишем соответственно ну то что получится на 6 хорошо но мы с тобой знаем что по определению по теореме у нас это все образует полную группу тогда почтами не b5 небо 5 будет против ложным дать не будет да ты по теореме правильно мне это посчитала да такая единица до 1 минус 1 6 молодец далее а теперь мы с тобой говорим про например вот такую задачку тебе дам следующий слайд ну давай поработать стоит с узнами шарами как всегда в тюрьме и без этого никуда вот не у тебя будет находиться 15 белых 5 красных и 10 черных шаров тебе нужно и наугад извлекается один шар возникает шар и вот вероятность того что будет белым красным и черным да почитаем так но вероятность муж там будет а белым это это понимаете просто сочетание нам нужно посетить вероятность пока что покажет еще только вероятность всего у нас это молодец всего у нас есть должна это посчитать сначала до 5 плюс 10 30 шаров всего это все исходы правильно типа который возможно вообще да скажем так полная группа все заводишь события пишет переменная а имена это извлечение шара течение белого шара течение белого шара посчитаем с тобой вот события а может просто просто ответ и все там по это равно делаю так 15 15 30 это это совершенно верно за крест совершенно верно так б это красный шаров правильно и черный c правильно это у нас а 10 30 1 3 да совершенно верно я стопал согласен хорошо и возьмем еще еще такую задачку по сути тут все очень легко но самое интересное должна делать контроль какой контролем если вы должны сделать нужно сложить эти значения должна получить единицы да давай мы что напишем по а плюс помогание а плюс к б плюс по церному 1 2 то есть наш статус 2 3 помогай это будет 3 6 6 пиши по это плюс п от б плюс по церному дамар новую задачку кей хорошо и так ну что по моему да там все в порядке все равно денежки владель ищая задачка классическая вероятность она по сути очень такая легкая правда тут будут задачи на особо на комбинаторике коми только нам зачем нужно вообще в целом в классической вероятности вот эти формулах чтобы посчитать количество всех исходов это знаменатель да то есть в основном использую комбинаторику чтобы мы с тобой посчитали к его знаменатель что положим знаменатель так из холодильников да если он без дефекта то это получается 30 минус 525 пиши пиши вот решение с чего начнем решение нужно найти количество холодильников без дефекта это я пробил что сейчас у нас фундаментальная тема идет классическая при невероятность и вероятность того что он будет без дефекта тогда равна 25 на 30 это правда это правда молодец умница теперь второй еще одна задачка пошла быстрее принимать есть плюсик у тебя вот 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 сейчас мелко здесь после числа это да можем конечно конечно вот хорошо У нас там телефон, а здесь, кстати, самое интересное, что нам нужно будет использовать иногда еще теорию чисел. Обратите внимание, иногда. Но это маленький будет для тебя сюрпризик. Классическая теория вероятности, классическая, она основана на комбинаторике плюс на теории чисел. Сейчас мы с тобой это увидим. Сейчас мы с тобой это увидим. Так, здесь ты я уже немножко. Давай, давай, давай. Четное число. Нужно о вероятности... Так. Возмышляй. Возмышляем. Нужно умножить вероятность того, что он одну ноль выберет, а вторую нечетную. Нет. Ну смотри, вот у нас пользователи набирают номер телефона. Он забыл и последние цифры. Как обычно в жизни это происходит? Одна из них ноль, другая нечетная. Но мы не поймем, на каком месте какая стоит. Но тогда можно начать с тобой сначала из... Ну то есть, найти вероятность того, что наберет правильный номер с первой попытки, естественно. Ну или это четное число, правильно? Да. Он и помнит, что одна из них ноль, а другая нечетная. Хорошо. Тогда мы попробуем сначала применить комбинаторику здесь. Нам нужно... Сколько способов у нас набрать предпоследнюю цифру? Сколько способов? Один способ. Ну, физически мы одну цифру вводим, но какая-то цифра может быть на предпоследнем месте. А, может быть, либо ноль, либо нечетная. Одна из них ноль, а другая нечетная. Сколько является правильный номер телефона? То есть, получается, у тебя всего там сколько цифр? Чего? Чего вообще цифр? Если вот исключить вот это правило с одной, ты можешь одну из десяти выбрать, правильно? Одной из десяти. Ну, чисто вот, если мы с тобой отбросим вот это вот условие. То есть у нас C10 по одному. С C10 по одному. Десять способ можно выбрать предпоследнюю цифру. И последнюю цифру тоже, соответственно, десятью способом можно выбрать. Да? Вот, если мы с тобой просто посмотрим, с каким способом можно вот без этих всех условий посмотреть, подобрать по семье цифру, вот две по семье цифры, мы с тобой примем правило по умножению. И вот эту, и последнюю. Ты один по десять, садись по одному. Нечетная, это получается 1, 3, 5, 7, 9, 5, 5. Сейчас мы с тобой будем исключать их, мы сейчас с тобой будем исключать. Пока что мы смотрим все по фултайму. Посмотрели по фултайму, сто способов у нас, да, есть? Далее, нам осталось посмотреть, что это может быть за комбинации. Нам нужно проанализировать, какие у нас могут быть последние цифры. Девять это нечетное число или четное? Нечетное. Может быть, девять, семь, пять, три, один. Ну давай мы с тобой посчитаем это. С тобой мы с тобой посчитаем. Как вот вообще такую сдачу ты предполагаешь решать? Нужно умножить количество способов предпоследней цифры от выбора на количество способов последней цифры. Слушай, ну на самом деле, да, действительно, давай мы попробуем как раз это записать именно видим в математическом решении, да? Ну вот методом прямого впечатления, иначе говоря, методом брут-форса, мы посмотрели, что у нас может быть что-то типа такого, наверное, не знаю, там. Брут-форсить любишь? Не очень. Ну вот типа давай по брут-форсим 0103, может быть 05, ну а нас выбора нет, мы бы должны быть брут-форсить. Я знаю, почему ты должна быть брут-форсить? Нет. Потому что, ну скорее всего, у тебя нет той сильной базы в теории чисел, которая нам нужна для того, чтобы вычесть все эти комбинации. Если у тебя очень сильно сильная база в теории чисел, тогда тебе брут-форсить не нужно. Чем сильнее ты меня в математике, тем сильнее ты применяешь свои знания в форму, окей? Исчезно сейчас. Ради вот этой задачи мы ставить теорию чисел проходить не будем. Хотя, если ты хочешь, конечно, я могу разводить твое предложение, но не будем. Поэтому теория чисел это уже на твое личное предпочтение. Договорились? Да. Это очень большой раздел, он, кстати, очень сильный, фундаментальный считается. Далее, сколько у нас исходов есть? 10. 10 исходов, смотри, видишь, как мы подобрать 10 исходов у нас есть. Что дальше? А... Нужно 10 исходов, это, которые... Ну, пустя, сначала взял телефон в руки, набрал в конце 0-1, не попал, промах. Потом набрал 50 в конце 0-1 телефона, опять промах, да? 70 попал. Какая у нас, видать, получается? Вот у тебя здесь 10 вариантов, да, и пустили, у него есть одна попытка, короче. Значит, один и десяток. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Угадал. Совершенно верно. Ты не угадал, ты просто уже понимаешь тему, пиши. У тебя благоприятных один, то есть ты с одной попытки должна угадать, правильно? То есть, ну, то есть не только с одной попытки, у тебя один правильный номер телефона, типа. То есть у тебя один правильный, и у тебя всего 10 есть таких вот вариантов. Поэтому один благоприятный у нас только есть, который истинный, и 10 у нас всего. У нас P равно 1,10. И если мы представим это в десятичном виде, у нас получится вот так вот. Почему я тебя прошу представить в десятичном виде? Потому что в классической теории вероятности нам не нужно представить... Мы же в классической теории вероятности работаем по пыдробях, правильно? Да. А в питоне мы работаем в чём? В каком виде в питоне будут цифры данные? вот таком виде будет питание данные поэтому мы должны привыкать с тобой к этому далее совершенно верно ты правильно посчитала теперь давай поработаем с пин-кодом если не против тоже нам нужно комбинаторика ну то есть в любом случае я должен показать что теоретически комбинаторика используется в классической вероятности вот пин-код что будем делать какие есть мысли мы опираемся в данный момент уже на комбинаторе к еще не опираемся но сейчас будет операция уже активно причем если а также как предыдущий задачу то нужно осмотреть все варианты нужно писать три пятерки одна семерка то это может быть допустим 5 вот так таким способом и то же самое с восьмеркой так что что неплохо разогналась у меня хорошо это ты используешь какой метод который ты называл говорили морс бред форс или если не пойму ты скажешь метод прямого перебора нет полного перебора полного перебора нет метод полного перебора и успешная это значит один из всего 8 и очень бы сочетаешь у меня да то есть у тебя получается действительно ты взяла по порядке возрастания 5 5 5 7 5 5 5 5 7 до 5 5 5 5 5 5 5 умничка пошла на увеличение позиции бинго совершенно верно далее но смотри скажи пожалуйста то есть по сути по сути мы здесь с тобой в решении посчитали с помощью сочетание количество способов то есть какие способа можно выглядеть мест на которой расположена и про вот это вот с какими способами способами 8 и те как мы с тобой это сделаем мы с тобой посчитаем у нас и четыре способа может быть место на которых положено и про сомнительное и на каждом из этих четырех мест могут располагаться две цифры вот самое интересное вот ты мне же все руками выписал а правильно это все руками да а теперь пробуем применить с тобой что обе на толику 2 коме только применим может быть же тебе же тоже не будешь выписывать все варианты там же может быть там больше чем мы чем вот эту поэтому с тобой использовать комбинаторику напишем c14 равно 4 правильно и на каждом у нас на каждой позиции нас могут располагаться две цифры семерка или восьмерка правильно да да по правилу если мы говорим что и и право мы с тобой просто умножаем получается 1 4 на 2 1 4 давай получаем столько раз вот 8 пожалуйста вот все 88 все исходы вот они есть у тебя будет задача уже там стоили 200 естественно да тебе не надо дачу расписывать и просто используешь сочетание все комбинаторику правило умножения комбинации общее число исходов с равно восьми так а можно еще раз пожалуйста конечно 2 умножаем а потому что у нас две цифры у нас семерка или восьмерка каждой позиции у нас на каждом месте из четырех у нас будет две цифры смирка ли восьмерка и поэтому мы что умножаем 4 на на 2 и 8 получаем бишь как прикольно с точки комбинаторик решать задачки но ты молодец что ты расписала вот это осмотреть ты не знаешь комбинаторику ты начинаешь брут форсить поделать многие вообще аналитики данных и так далее я не шучу вот когда мы в дальнейшем будем изучать случайные величины метод монте-карло я не буду тебя укапывать в математику там до безумия я могу с тобой понимать теори вероятностью интуитивно с помощью экспериментов на питоне окей то есть мы с тобой будем делать как ты сделал ты вот интуитивно попыталась это все сделать позже брут форс также мы на питоне будет это делать далее следующая задачка ты молодец если что то есть вопросы почему комбинаторик применяется можно задавать далее итак а теперь мы с тобой решим задачку такого рода ну давай вот так вот вот у нас будет например несколько событий найти вероятность того что при прослении двух игральных костей сумма будет допустим следующий слайд да умничка сделаю уже отлично у нас уже получается два объекта есть игральные кости и сумма вот прерванность выпадет 5 очков не больше четырех очков от 3 до 9 очков исключительно как решать будем две игральные кости у нас есть здесь умножение нужно использоваться здесь у нас должно использоваться комбинаторика у нас два кубика есть ли что мы там бросаем с тобой до игральной кости просто у комбинаторик все посчитаем еще число общее количество исходов всех два кубика какие способы может выпасть цифры вообще физически на двух кубиках вообще в целом 10 но у нас на кубике у нас есть шесть очков всего и ты будешь одна цифра может выпасть на кубике и и на втором кубике может выпасть одна циферка из 6 понимаю да значит когда использую союз и я использую союз и и по правилам умножения что умножаем правильно да получается 6 на 6 пишем если 6 способ у нас может быть две цифры на кубе до двух кубиках чем это посчитали всего это нам поможет в классической вероятности что ли то есть это как раз знаменатель наш и что это да да это знаменатель молодец а когда только мы используем чтобы считать знаменатель хорошо 5 очков вероятности от того что 5 в качестве решения мы что сделаем воздушная комбинация у нас 36 5 очков тогда нам нужно с тобой что значит 5 очков это типа 2 плюс 3 или 3 плюс 2 или в сумме у нас выпадет 5 очков и так далее ну давай посчитаем это потом у нас по событию 3d это пара это же пара какая пара пара вот такая и ну конечно ты меня молодец да помогай мне день 441 что это может быть еще 23 применяем прямого переборного полный прибор или брутфорс до брутфорс молодец молодец просто грибрутфорс и тебя все поймут особенно хакерах далее хорошо мы рассмотрим события от этого брутфорс далее у нас есть четыре благоприятствующих согласно обытью обрел вас это 4 пожалуйста исхода хорошо давай значит четыре у нас благоприятствующих всего у нас есть же с помощью к биторге мы что посчитали что это значит просто кайф если всего 36 а благоприятных 4 вероятность равна 4 36 до или 6 или 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 1 9 и бинго снико следующую бэшка у нас идет события бы не будет так не более 4 очков значит это от 1 до 4 включительно да же по правде знаешь что делать в таких задачах на такую тему мы берем называется матрица матрица вероятности называется оставляется матрица вероятности смотри сюда 11 что-то у нас будет получается 21 или что-то у нас 22 22 и 3 и 3 понимаешь что дело да это называется матрица вероятности 44 и по крайней милет называю 5566 и потом ты просто выбираешь то что тебе нужно вы выписываешь утяж два объекта вот два кубика выписываешь пары иначе кортежи выписываешь чисел вот выписываешь матрицу вот у тебя получается здесь 21 ну и так далее здесь у тебя уже будет последний на последний месяц у тебя будет 61 правильно есть многоточие посадили чтобы ну она же облегчить жизнь если у нас уже будет 1,6 вот хорошо то есть если что ты можешь сама дом потом дописать матрицу хорошо далее ну вот у тебя есть матрица вот у нас первое это по это роу второе то колумб 1 рау коричину типа 1 строка 1 1 столбец 2 строка 2 столбец куку 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 да я у нас вадрится размером 6 на 6 1 1 у нас у нас есть у нас а и ты джи ты ай ты джи ты называется индексы где где и ты у нас и ты отвечает у нас за роу и ты роу а джи ты у нас колумб жид это колумб все понятно я написал вот у нас и ты джи ты пожалуйста это и ты у нас это джи ты понятно здесь вот у нас и ты джи ты 1 1 стоит и 2 вся джи ты все умничка на всякий случай проверю вот здесь вот какой будет и ты джи ты вот здесь вот что будет за число на этой позиции 23 правильно правильно все в порядке ты все поняла далее продолжаем что мы делаем все нужно это еще матрица нам ну что просто братья сюда глазками выписывать вот эти пары которые нужны согласно вот берем пары выписываем но по сути ты можешь без матрицы жить спокойно но смотрится и поинтересней ну давай что у нас получится не более не более 4 очков какие нужны значит 1331 1 1 а подходит самыми минимальная позиция потом 12 следующая позиция подходит потом 21 подходит нам правильно ну и так далее давай мы с тобой сделан а это у нас есть теперь на события б смотрим давай 11 быстрый космопоры выписываем 1 1 1 1 растем до 21 потом позицию меняем увеличим позицию 1 3 дальше минимально 1 1 3 растем дальше а 3 1 до 3 1 и еще расти 1 повышаешь да да молодец 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 1 повысила молодец супер хорошо сколько у нас 6 благоприятствующих на 60 действуй нормально нормально только там не хулигань так bc есть ну и события c конечно рассмотрим с тобой конечно куда куда без него но события c она какой-то масштабно эти не кажется что там от 3 до 9 очков включительно молодец правильно посчитала до 6 до какой-то быть это мне не нравится я нравится она мне не нравится как что бы как что и будем события c и что таким же таким же способом а мы тянуты события а обратите внимание что мы столько теорему там знаем какой-то теле у меня знаешь что только что с кубиком такой делали прикол единицы сумма всех событий полной группы это да 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 теорема по сложению да у нас и бэйс и бэнни бэ равно единицы правильно да тогда тогда что рассмотрим события противоположная нет с можно бэндзе это пусть и давай рассмотрим события допустим наши события c называется по сам по себе то есть это бы это просто пункт и называется но события мы назовём ц я могу вместо буковки b пункт написать сенаторов Но само событие у тебя называется С, окей? Название пунктов я могу писать любое, а главное ты должна называть события, имена давать им. Ты должна стать на событие не С взять. У тебя изначально С ты бы хотела искать от 3 до 9, правильно? Тогда мы не будем с тобой искать С, мы возьмем с тобой не С. Наоборот, запомни это, не С. Это называется противоположное событие, противоположное. Когда противоположное событие, у нас сколько благопрятствует противоположному? Тогда единица минус... Нам 2 интересно, от 3 до 9. Нам что, у нас там 2, 10, 11 и 12 остается, правильно? Да. 2, 10, 11 и 12 остается, если событие не С. Ну это удобней. То есть не С событие, это выпадение 2 очков, 10 очков, 11 очков, 12 очков. Это же проще считать? Да, 4 исхода благопрятствует. Умничка. Нет, не С у нас, выпадение от этих очков. Далее. Тогда что мы с тобой видим? Противоположное событие у нас 2, 10, 11, 12, но в какой паре? Там же пара нам нужна. Понятно, что выпадает. Это же общее число. 2, 10, 11, 12, это число, составленное из 6 плюс 6, 5 плюс 6, 6 плюс 5, правильно? Да. Таким образом. Но в любом случае это будет быстрее считаться. Давай посчитаем с тобой. То есть у нас получат какие пары? Ну если у нас 10, 2, 10, 11, 12 очков. Какие пара нам нужна? 1, 1. 1, 1. Пишу. Дальше. Так, кто там? А, 10, это 6, 4. 1, 1, 4, 6. Повышая позицию. Повышая позицию. 5, 5. 4, 6, 5, 6, 4. 6, 4, 5, 5. 5, 5, 5. 5, 6, 6, 5. 5, 6, 6, 5. 5, 6, 6, 5. 5, 6, 6. Да, 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 и 6, 6. Умничка, все правильно. 6, 5, 6, 6. Все. Засчитываю. Дальше что делаем? Делим количество благоприятных на все исходы. На все исходы, молодец. 7 на 36 делаем. Поняла, почему у нас получилось вот так вот? Как мы решили это легче сделать, поняла? Мы посчитали, что выпадает у нас не от 3 до 9 очков включительно, потому что там больше, там получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это многовато будет, да? У тебя там этих пар получится очень много. Если ты будешь считать мне от 3 до 9 очков включительно, количество пар будет очень много. Ты согласна со мной? Да. Ну, прикинь, сколько у тебя пар получится. 3 очка ты как можешь получить? Только 3 очка. Когда мы предположено взяли и получили 7 36, это получается противоположно тому, что нам нужно. И теперь нужно от 1 отнять 7 36. Умничка. 7 36 ты получаешь по событию не С, и остается тебе только отнять 1 минус 7 36. Тогда мы, я думаю, вот здесь местечко есть. Так. П от С тогда чему равно? П от С. П от С плюс П от НИЦ равно единице. Это мы знаем по теореме. Тогда П от С равно единице минус П от НИЦ. Это ты у меня знаешь, правильно? 29 36. Да, правильно, 23 штыф. Затащили задачку, как тебе? Да, интересно было. Ты поняла, почему классическая теория вероятности, классическая теория вероятности, основана на комендатуре фундаментально вообще? Да, знаменательная. Это даже не все. Сейчас я тебе объясню, почему тебе еще требуется в классической теории вероятности теория числа, если ты готова к этому. Давай. Сейчас, следующий слайд. Так, по классической теории вероятности. Чтобы мне тебе такое задать. Ну, например, найти общее число номеров. То есть, не знаю, там. Хотя, знаешь как, по сути, я думаю, что ты это можешь сделать уже дома самостоятельно. У тебя очень хороший потенциал. Я думаю, что самостоятельно это сделаешь. Хорошо? Да. Далее. А мы пока с тобой сделаем вот такого рода задачку. Давай вот с лифтами поработаем. Потому что у нас там есть люди, есть лифты. Ну и как всегда, все в жизни у нас вот так вот банально. Нам нужно, что они выйдут на разных этажах. На одном этаже. Или все выйдут на одном этаже. Как будем решать? Как будем решать? Ну, сейчас. Всего... Ну, нетрудняйся. можно мне какую-то подсказку и дальше но тут комбинат только нужно нам хотя бы какая подмосковья только здесь эти кнопки измечаем да не но почему сочетание почему я классифицировал как сочетание порядок но не важны ну потому что мы берем с тобой из 19 этажей что делаем вот теперь пассажир у него же сколько и способ выйти на него из 19 этажей он может выйти на любом еще 19 возможности давай давай сочетание включаемся в работу включаемся работу так и заканчиваем на этом хорошо у нас есть у первого пассажира c19 всего по одному до у первого пассажира у него из 19 способ выйти из лифта согласно у у второго пассажира сколько способов 18 да нет он тоже отдыхает чего это тоже 19 способов 2 из конечно у третьего тоже получается видите вообще нету а соль соль и есть да ну и 3 тоже есть совершенно верно ну и что это значит они все могут вместе выйти да сколько на всего исходов там по право умножения комбинации 11 до это же есть полная 7 косарей короче пишу 19 это за 19 действительно у нас их у него есть 19 кстати добей эту задачу полностью сама хорошо тогда я нужно будет посмотреть а выйдут на ну вот в сеть ответ на все вопросы окей весна в рамках дальнейших тем мы с тобой кстати скинем график геометрическая пример от что я считаю что не надо вот рамках база понимания а потом мы чтобы уже пойдем куда на теорему по сложению и умножению да и будет очень интересно у нас быть независимые независимые события и так далее и потом называют полная полная вероятность боится ну и тогда уже будет очень интересно окей